В парке Победы 9 мая отметили особенно оригинально. Там состоялся уже ставший традиционным забег отважных. Как прошло в этом году легкоатлетическое мероприятие для детей и взрослых, расскажем далее. Чтобы почтить память тех, кто сражался за мир, 9 мая кто-то несет цветы к могилам погибших в годы войны солдат, кто-то принимает участие в литургиях, а кто-то бежит в прямом смысле слова. Уже второй год подряд минчане и гости столицы принимают участие в необычном забеге, в рамках которого нужно преодолеть немало препятствий. Пройти все этапы такого состязания могут действительно только отважные. Мы на самом деле стараемся такие тематические забеги проводить. Вот по возможности. Вы помните, на 8 марта мы бежали, и женщины на самом деле были очень благодарны. И сегодня мы посвящаем забег нашей великой победе нашим ветеранам. И я думаю, что это тоже, конечно, нельзя сравнивать с теми трудностями, препятствиями, которые... Это ни в какое сравнение. Но хотя бы чуть-чуть приблизиться к той нагрузке, маленького подвига над собой. Пройти сквозь автомобильные покрышки, пробраться через понтонную переправу, преодолеть водные препятствия с утяжелениями, а также взобраться на танк. Примерно такой минимум преград встречался на пути к финишу взрослого атлета. Тем не менее, со столь нелегкими испытаниями справились практически все спортсмены. Просто хотелось попробовать, что это такое, потому что одно дело просто пробежать, другое дело еще что-то преодолевать. Ну, вообще, было интересно проверить свои силы. Наверное, сложно было через барьеры, потому что много людей было и немножко мешали. А так, наверное, когда с мешком бежишь по земле, это тяжеловато. Вода оказалась уже не такой сложной. Впервые в этом году была организована детская трасса. В отличие от взрослой, здесь не было водного препятствия. Остальные же этапы были такие, как и у старших атлетов, только в облегченном варианте. Однако юные спортсмены были готовы преодолеть куда большее. Я занимаюсь легкой атлетикой. И мы приехали сюда, чтобы доказать, что мы чего-то можем, что мы можем пройти какие-то препятствия, показать свои силы, на что мы способны. Я приехала с города Ашмяны. Я решила приехать, потому что для меня это было большое испытание, проверить себя, насколько я сильна. Не зря ли я тренировалась это целый год, много ли у меня сил и готова ли я на это. Самое тяжелое было это проползать через танк. Желающих принять участие в состязаниях было немало, поэтому оргкомитет установил лимит. Допущенным было 300 участников к детским забегам и 1200 к взрослым. Были среди них и олимпийские чемпионы, без которых не обходится ни одно подобное мероприятие. Вы знаете, я всегда готов показать своим примером молодежь заниматься спортом. Я всегда буду в их рядах. А позитив сегодня хороший. Сегодня такой день, что мы должны не забывать подвиг наших дедов, прадедов. Они очень мужественно сражались на боях, в этих сражениях. Поэтому мы должны сделать праздник и напоминать о том, что мы помним их подвиг. На финише все без исключения получали памятные медали и свидетельства об участии. Тройка призеров в забегах среди мужчин и женщин награждались и денежными призами, а детям-победителям вручали специальные подарки.